Вы подавали заявление на имя его председателя, они в нем не указали адрес, куда ответ вам подавать. Ну я там телефон указал, потому что мое заявление было связано с рассмотрением в день моего обращения, потому что нужно было решить тот вопрос, который я поставил, а именно видеофиксация. Его зарегистрировали как не процессуальное, и нам в отдел передали, что мы ответили. Мне интересно, что у вас там как зафиксировали, мне нужно было согласовать видеофиксацию здания суда у председателя. А каким образом? Вы же смотрели наверняка ролик, я такой кипиш поднял, чтобы показать вот этот маразм, который у вас там происходит. И вы мне сейчас звоните и говорите, я там что-то не указал, у вас какая-то формальность, то-то, то-то. У вас нет адреса, куда ответ подавать на заявление. Ответ о чем? О чем ответ? О том, что мне разрешают провести видеосъемку или отказывают? Мне просто ради интереса, разрешили или отказали? Вы судьи обращались по поводу видеосъемки? В судебном заседании я не проводил видеосъемку. Мне нужно было снять реквизиты, то, что я нахожусь в областном суде, стенды информационные, на что в принципе мне не нужно было никакого согласия. Я мог тупо взять и снимать, но просто мне было интересно, как себя будет вести председатель суда, как аппарат сюда будет вести, как сюда приставы будет вести, понимаете? Я мог бы пойти на вот это вот взять и снимать, чтобы на меня составили протокол и тому подобное. Но я пошел по вашей схеме. Хотите, чтобы я с вами согласовал? Я с вами согласовал. И вот вы меня сейчас только перезваниваете. Это сколько должно пройти времени, чтобы человек захотел произвести видеосъемку мест общего пользования в суде, в частности, воспользоваться 29-й статьей Конституции, чтобы заснять информационный стенд. И вы мне сейчас звоните, говорите, я там что-то не указал. А вы, да, нет, а что не обратились перед заседанием, если вам нужно было срочное отвечать? Вы мне вопросы задаете. Зачем? Во-первых, я вопросы задаю, а не вы мне задаете вопросы. Ну, если уж задали такой вопрос, я вам отвечаю, я вам отвечаю. Я за неделю, я за неделю, послушайте меня, вы задали вопрос, дайте я ответить. Я за неделю обратился, вы мне ответ дали. Там и адрес есть, все есть. Я за неделю подал через газ правосудие. Вы разговариваете со мной в параллель, думаете, что это нормальное общение? Вы задали вопрос, я вам отвечаю. Я за неделю, 1 сентября, подал заявление через газ правосудия о фиксации хода судебного заседания. До сих пор нет ответа. Сегодня 25 число. Да, судья запретил. Судья запретил, не надо со мной параллельно разговаривать. Судья запретил. Судья запретил проводить видеофиксацию. Это он вправе сделать в рамках судебного заседания. Но я потом обратился к председателю. А зачем вы мне задаете вопросы? Зачем задаете вопросы? Я написал заявление. Мне разрешено производить видеофиксацию хола здания суда. Да или нет? Вы отказываетесь мне давать адрес ваш. Куда вам заявление? Я могу вам дать адрес. Только что это дает? Я вам дам... Мне расписали ваше заявление. Я должна на него ответить. Поскольку это мои полномочия отходят. Поэтому я... А вы кто по должности? По должности кто? Вы по должности. Если вы не согласны, вы можете там... Вы по должности кто? С кем я разговариваю? Вы говорите, вам дали такие полномочия. Я вам представилась изначально, когда я позвонила вам. Ну я и не услышал. Я говорю, что у меня не было возможности нормально слушать, потому что я... Ну неудобно было. Можете повторить? Или это еще секретная информация? Да не секретная информация. Ну да как вас зовут и какая ваша должность? Я начальник отдела кодификации. Мне расписали ваше заявление. Дать вам ответ. Поэтому я вам звоню. Кодификация. Что это такое кодификация? Да. Начальник отдела кодификации. Начальник отдела кодификации. Шевчук Любовь Александровна. Шевчук Любовь Александровна. Мне расписали ваше заявление. Да. И я на него должна дать ответ. Поэтому я у вас уточняю адрес. Понимаете? Так вам кто, председатель суда областного отписал это, или кто? Ну, конечно, да. Ну, резолюцию какую он написал? Удовлетворить там, не удовлетворить. Что он написал? Ответ на ваше заявление. Ну, ответ какой? Удовлетворить мое ходатайство, мою просьбу, либо отказать. Какой ответ? Что он вам в резолюции-то написал? Так о чем вы тайну-то зачем устраивать? Вы мне сейчас скажите, просто мне ждать ваше письмо, идти на почту, не получать, не получать. Будут даваться ответы, там прочитайте, что в песне будет ответ ИО-председателя. Там все будет указано. Так мне в их конечном итоге результат, я могу проводить видеосъемку мест общего пользования в здании суда, или нет, или не запрещают. А вы получите ответ ИО-председателя, там будет написано, будете вы готовить. Ну, так ответ-то вы будете готовить, правильно, вам же поручили. Ответ мне дали поручение узнать ваше адрес. Ждите ответ. Вы только что сказали, что вам поручили сделать ответ, а теперь поручили узнать мой адрес. Вы слышали меня? Все. Да я все прекрасно слышал, и ваш разговор на данный момент записан, и будет опубликован. Каким образом? Отлично, я поздравляю. Потому что вот этот бред, который вы творите, понимаете, вы бредятиной занимаетесь. Вы тогда спектакль устроили, и сейчас бред устраиваете. Вам один другому посылает, запросите, ответьте, отпишитесь и тому подобное. Да вы обнаглели, я вам прямым текстом говорю. Вы зажрались с своей властью судебной и тому подобное. Да потому что вы себя ведете недостойно, понимаете. Не важно, как я себя веду, вы себя ведете недостойно. Вы совершаете действия, которые вас просто не уважают за эти действия. Вы ведете себя по-скоски с людьми, понимаете. И вы мне звоните, не можете мне сказать. Вы мне даже не можете сказать, что удовлетворена мое ходатайство или нет спустя столько времени. Вот хочется добавить дебилы.